Наш регион уже давно славится именитыми спортсменами, будь то в дзюдо, в спортивной борьбе или в смешанных единоборствах. А в последнее время на экранах телевизоров или в интернете все чаще звучат имена ингурских футболистов Аздоева и Бакаева. В республике есть тысячи ребят, которые хотят быть похожими на своих земляков и добиться таких же успехов. Но как быть, если порой условия для занятия спортом либо вообще отсутствуют, либо оставляют желать лучшего? С жалобой о плохом состоянии стадиона в Магасе обратились жители, проживающие в округе. В соцсети и инстаграм они разместили публикацию с просьбой решить эту многолетнюю проблему и дать возможность молодым ребятам полноценно заниматься спортом. Практически ежедневно сюда приходят ребята, чтобы просто поиграть или же потренироваться перед игрой. Алихан Гагиев с пяти лет увлекается футболом. Парень любит свой город и ценит, что у него имеется стадион, но все же ждет изменений в лучшую сторону. Если футболисты вынуждены терпеть неровности на газоне и кое-как изворачиваются во время игры, то что уж говорить об их болельщиках. Глядя на то, в каком состоянии находятся сидения на мини-трибонах, можно легко сделать вывод, что наблюдать за матчами сюда приходят нечасто. Сидячие места либо разбиты, либо просто вырваны из рядов местными вандалами. По словам замдиректора Центра по физической культуре и спорту города Магаз, за последние 17 лет этот стадион ремонтировали лишь единожды. А искусственное покрытие и вовсе не менялось со времен первого главы региона. К слову, ответа от местных властей долго ждать не пришлось. Мэр города Магомед Морзеев, узнав об этой проблеме, распорядился создать специальную комиссию и оценить масштаб восстановительных работ, которых предстоит немало. Здесь будет покрытие новое тогда. Сейчас вы увидите, какое он уже ищипал свои возможности. Новый будет уже с ворсом таким высоким. Появятся новые спортивные снаряды, будут новые открытые секции. Здесь также планируют установить воркаут-площадку размером с половину футбольного поля. Чтобы провести капитальный ремонт, здесь потребуется свыше 12 миллионов рублей. Если и не в этом году, то уже в начале 2020-го всех жителей близлежащей округи ждет подарок в виде обновленного и современного стадиона, на котором можно будет заниматься не только футболом, но и подтянуть свою физическую форму. Микаэл Тангиев, Адам Далаков, Новости 24.